Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. И я объявляю наш предпоследний вебинар в этом сезоне, который включал почти 160 вебинаров от Директ Академии. Мы движемся медленно к окончанию сезона. И сегодня у нас интересный вебинар под названием «Ресурсный центр иностранных языков ВБС Университетской библиотеки онлайн». Вести будет вебинар Сия Бурнашева. Но перед тем, как передать ей слово, как всегда, несколько вводных слов. В основном для тех, кто впервые или недавно у нас в Директ Академии. В самом начале нашего чата находятся три полезные ссылки. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, сайта Директ Академии. Там расположено расписание наших вебинаров. Сейчас об этом уже говорить немножко смешно, потому что всего расписания осталось сегодняшний день и завтрашний. Но вообще-то мы, как правило, проводим большую предварительную работу и формируем расписание, относительно достоверное расписание на весь год. Так же будет и в следующем году, поэтому сохраните, пожалуйста, нашу ссылку в своих закладках, с тем, чтобы в следующем году прийти и узнать, что будет в Директ Академии. А вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютубе, на которой, надеюсь, уже сегодня вечером будет расположена запись и этого вебинара тоже. А вообще у нас там хранится уже 315 записей всех вебинаров, которые когда-либо проводились в Директ Академии. А, наконец, третья ссылка ведет на страницу нашего файла онлайн-курсы. Это предложение компании Директ Медиа по проведению онлайн-обучения в вузах, учебных центрах, библиотеках и так далее. Пожалуйста, с ним ознакомьтесь, оно достаточно интересное. Ну и, наконец, в этом месте я обычно знакомлю с анонсами следующих вебинаров, которые у нас состоятся. Но в нашем сезоне последний вебинар состоится завтра. Вот, и анонс на него я сейчас размещаю в чате. В конце чата вы можете его увидеть. Завтра в 12 часов вебинар, который проведет Михаил Яковлев, тоже сотрудник компании Директ Медиа, который будет называться «Развитие интеллекта и решение задач». Милости просим на наш последний вебинар, на закрытие сезона. Приходите, я думаю, до последнего момента вам будет интересно с нами. Ну что ж, а сейчас я передаю слово Асье Бурнашевой и приглашаю ее в эфир для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Асья, прошу. Здравствуйте. Надеюсь, что у меня со звуком все в порядке. Если будут какие-то замечания, пожалуйста, пишите. Пишите в чатик. Мы сегодня с вами поговорим про ресурсный центр иностранных языков ВБС Университетская библиотека онлайн. Я думаю, что вы уже слышали об этом проекте, поскольку и наш директор Константин Николаевич Костюк, он об этом говорил неоднократно и на конференциях, и, возможно, каким-то частным образом. И в одном из своих вебинаров я также упоминала о существовании такого центра, об этой идее и процессе ее реализации. И сегодня хотелось бы рассказать подробнее, что мы имеем и что можем вам предложить. Что такое ресурсный центр? Это некое пространство, где вы можете познакомиться, приобрести образовательные, учебные, электронные издания. Эти издания включают как результат работы российских издательств, крупных издательств, языковых издательств, так и зарубежных. Основная цель этого центра – это продвижение методов обучения иностранных языков в различных сферах образования, повышение методической грамотности преподавателей и, конечно же, уровня владения иностранными языками, учащихся вузов, средних учебных заведений и даже школ, собственно говоря. Вы на этой площадке можете также организовать собственные мероприятия, можете продвигать свои какие-то интересные проекты. Мы будем рады поддержать вас и анонсировать какие-то ваши задумки и их реализацию. В настоящее время в ресурсном центре представлены зарубежные российские издательства. Вот вы видите издательства Pearson, Oxford University Press, Cambridge University Press, немецкие издательства Huber и Klett. Из российских издательств я отмечу «Айрис», «Онтологию», «Владос», «Прометей», «Проспект» и «Флинту», как наиболее широко представленные, но этим не ограничивается. В действительности у нас зарубежные российские издательства представлены немножко по-разному, поскольку сам способ чтения зарубежных издательств отличается от российских. Если вы являетесь подписчиком ЭБС Университетской библиотеки онлайн, то, скорее всего, вы уже знакомы с литературой по иностранным языкам, которые там представлены в каталоге. Соответственно, будучи подписчиком, вы открываете и читаете ее онлайн, либо в мобильном приложении. С зарубежными издательствами история немножко другая, поэтому сегодня мне также хотелось бы рассказать вам о том, как читаются издания непосредственно «Пирсон», поскольку мы предоставляем демо-доступ к академической литературе данного издательства, и немного позднее я к этому вернусь. Как найти ресурсный центр ЭБС Университетская библиотека онлайн? Очень просто. Я сделала небольшой скриншот, и вы видите, стрелка указывает как раз-таки на страничку, на ссылку, куда вы можете перейти и далее познакомиться с содержанием. Вот таким вот образом выглядит страница ресурсного центра. И здесь в каталоге ресурсного центра вы можете найти, собственно говоря, зарубежные издания. Это порядка, точнее, свыше 3000 в общей сложности и свыше 4000 изданий наших отечественных издательств. Основные языки – это английский, немецкий, французский. Есть более редкие языки, есть восточные языки, азиатский, китайский, японский, есть арабский язык. Но основные языки – это, конечно же, европейские. И в первую очередь это английский язык. Английский язык представлен в следующих категориях. Это адаптированная литература для чтения, это английский язык для академических целей, методическая литература, подготовка к экзаменам, подготовка для специальных, пособия для специальных целей и учебники, учебные пособия. Здесь мы, конечно, опираемся в первую очередь на издательство Pearson, потому что именно эти издания составляют костяк контента по английскому языку в ресурсном центре и в ЭБС, университетская библиотека онлайн. Немецкий язык от Huber и Klet представлен в меньшем масштабе, но тем не менее он есть, и я очень рекомендую вам с ним также познакомиться. Что касается английского языка, то вашему вниманию представлены учебники как для дошкольного возраста, школьников и студентов и взрослых, изучающих английский язык. Тематики совершенно разные. Если вы являетесь преподавателем английского языка, либо как-то связаны с языком, с преподаванием языка, то вы легко узнаете этот спектр учебников различной тематики на данном слайде. В верхней линейке представлены как раз-таки учебники для детей и школьников, а в нижней это у нас уже учебники для взрослых и уже для специализированных целей. Например, Language Leader – учебник, который рекомендуют для университетов, поскольку он довольно академичен и поможет студентам развивать критические навыки, и развивать основы, знакомиться с основами академического письма. Market Leader – учебник знаменитый. Market Leader, если правильно произносить, это учебник для бизнес-целей, для тех, кто занимается предпринимательством и кому необходим английский язык в этой сфере. Помимо учебников представлена адаптированная литература для чтения, и здесь вы можете познакомиться как с классикой, так и с современными книгами. Адаптированная литература, как правило, идет для разных уровней владения иностранным языком. Соответственно, здесь довольно легко подобрать книгу для тех, кто только начал изучать английский язык, так и для тех, кто уже его совершенствует, но еще не готов переходить к неадаптированной литературе. Академический английский – это отдельная тема, очень актуальная для российского образования. Это пособие для обучения письму, академическому письму на английском языке. Это и написание диссертации, написание статей, это общий, если можно так выразиться, академический английский язык. Учебники для знакомства с стилем академического письма, с научным стилем, и с тем, как, например, читаются лекции, как готовятся какие-то выступления, презентации на английском языке. Отдельный блок – это специализированный английский, английский для специальных целей. Это литература по дисциплинам. Данная литература будет актуальна для тех, кто ведет предмет на английском языке. Это могут быть программы международного бакалавриата, это могут быть просто международные программы для иностранных студентов, это может быть просто литература, академическая литература для преподавателей, сотрудников, для знакомства с какими-то базовыми исследованиями по определенным тематикам. Это могут быть естественные научные дисциплины, химия, биология, это могут быть общие гуманитарные, очень много у нас, очень большой блок по менеджменту, экономике, финансам. Это могут быть технические дисциплины, информационные технологии, это может быть промышленность, легкая промышленность, например, представлена. Со всем этим вы можете познакомиться непосредственно в каталоге. Подготовка к экзаменам. Базовые экзамены, как правило, всем известные экзамены по английскому языку, это TOEFL, Cambridge Exams, IELTS. И что касается российских издательств, еще раз я к ним вернусь, и, как видите, здесь издание как на английском языке, так и издание на русском языке про английский язык, что тоже бывает очень полезно, особенно для тех, кто только приступает к изучению языка. Здесь также представлены книги на английском и немецком языке, которые издавало наше издательство «Директ Медиа». И они также находятся в разделе «Литература, художественная литература, каталога ЭБС Университетской библиотеки онлайн». Здесь у нас каталоги дублируются, поэтому вы можете познакомиться и там, и там. Помимо электронных изданий, мы готовы предложить вам бумажные издания данных зарубежных издательств. Это наши партнеры Language Просвещение, Book Hunter, Британия, Reload предоставляют нам такую возможность окомплектовать библиотеки по издательским ценам. Поэтому, если у вас будет такая заинтересованность, пожалуйста, обращайтесь. Здесь мы будем очень рады подобрать, помочь, сделать какие-то, может быть, общие узкоспециализированные подборки или даже запросы, например, нашим партнерам, если, скажем так, у их партнеров что-то по вашей теме. Ситуации бывают разные, бывает сложно найти какие-то книги. Я думаю, что мы можем в этой сфере развиваться и пытаться предложить вам то, что вы ищете. Также хотел бы отметить, что в целом ресурсный центр работает как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. Если вы, как юридическое лицо, не готовы подписываться на литературу на иностранном языке, поскольку это отдельный способ комплектации, это покнижная комплектация с ограниченным сроком лицензии, то вы можете, например, приобрести ее для себя. Если вы преподаватель и вас интересует данная книга, то, конечно, мы постараемся сделать все возможное, чтобы эта книга у вас была. С ресурсным центром также связаны курсы английского языка. Небольшая информация для вас, для ваших студентов, для вашей семьи. Английский язык по скайпу. И, собственно, эти курсы используют эту самую литературу из ресурсного центра. Эти самые учебники Pearson, Cambridge University Press, поэтому в целом методика довольно известная, коммуникативная методика. И самое главное, что эти учебники у вас будут в электронном виде. Вы сможете заниматься по учебникам из любой точки, где у вас будет интернет. Так называемый e-text – это электронный формат классических учебников по английскому языку, который сейчас очень популярен во всем мире. Как же вы получите эти учебники? Сейчас я бы хотела перейти к второй теме моего доклада – это к демо-доступу к издательству. Так получилось, что демо-доступ можно реализовать только с изданиями Pearson. Есть контент, Pearson делится на несколько блоков, на несколько частей, и мы, когда говорим о демо-доступе, мы, конечно, говорим об академическом контенте. Учебники издательства реализуются через платформу, либо это платформа MyEnglishLab, которая позволяет вам обучаться в режиме онлайн. И эта платформа включает электронный учебник e-text. Либо вы получаете отдельный учебник, входите в приложение, входите на сайт Bookshelf, книжная полка через ваш браузер и получаете доступ к вашему учебнику. Но академическая литература реализуется немножко по-другому. Дело в том, что зарубежное издательство очень, скажем так, внимательно относится к своим авторским правам, к лицензированию и использованию лицензированной литературы. Поэтому в России существует компания, которая называется Agregion, и которая выступает фактически дистрибутором или проводником, посредником между издательством и конечным пользователем. Поэтому любой способ чтения электронного контента, например, издательства Pearson или Cambridge University Press, в итоге сводится именно к приложению от этой компании, от Agregion. Я вам сейчас быстренько расскажу, как это происходит, чтобы вы имели общее представление, что можно получить во время демо-доступа или полноценного доступа. Хотелось бы сразу сказать, что демо-доступ у нас ограничен. Сам демо-доступ представляет собой урезанное издание, то есть это неполноценное издание, это порядка 30% от самой книги, которые вы можете читать в течение 7 дней. Дальше доступ закрывается автоматически, и книга, условно скажем, изымается из вашего личного кабинета. У вас может сохраниться какая-то общая информация по этой книге, но сама книга будет закрыта. И чтобы еще раз ее открыть, нужно будет либо повторять демо-доступ, либо ее уже приобретать. Это единственная возможность познакомиться с знаменитыми изданиями Pearson. И я думаю, что для тех, кто занимается исследованиями, это будет особенно актуально, особенно важно, так как то, что предлагает издательство, очень интересно и насыщенно, но по названию и аннотации бывает сложно понять, нужно ли вам это, достаточно ли вам этого. Возможно, название книги одно, а содержание другое. В данном случае мы предлагаем этот демо-доступ. Чтобы получить демо-доступ, вам необходимо, во-первых, иметь список контента, который подлежит демо-доступу, и, собственно, мои контакты. В этом случае вы выбираете определенное количество книг. Мы пока можем предоставить демо-доступ, одновременный демо-доступ к не более чем 20 изданиям. Вы выбираете эти 20 изданий и присылаете заявку на мой адрес, после чего я уже связываюсь с представителем, и мы организовываем открытие этой книги для вас. В данном случае у нас демо-доступ открывается на физическое лицо, не на организацию. Если вы сотрудник библиотеки, и вы хотели бы, чтобы с данным изданием познакомилась, например, какая-то кафедра, то фактически вам нужно прислать контакты ответственного лица, который предоставит свою электронную почту, и это будет логин, мы вышли им пароль, и это контактное ответственное лицо, собственно говоря, войдет в личный кабинет и сможет получить этот доступ. И таким образом ознакомятся все остальные сотрудники. К сожалению, пока именно так. Работаем над улучшением данной системы. Итак, вы получили… Вы заказали демо-доступ, вы получили на вашу почту письмо. Письмо с перечнем того контента, который вы заказали, что вы хотели посмотреть. И получив это письмо, вы просто заходите в «Мой контент». Переходите по ссылке, следуйте инструкциям. У вас указаны логин и пароль внизу этого письма. Посмотрите, пожалуйста, на картинке в самом низу данные для авторизации Pearson. Если вы уже авторизовались хотя бы один раз, соответственно, вам будет прислан только логин, пароля не будет. Если же вы новый пользователь, то вам пришлют логин и пароль. Вы заходите… Переходите по ссылке, заходите в свой личный кабинет и получаете, собственно, тот контент, который вы заказали. Далее вам необходимо этот контент активировать. Очень интересный момент. Вы можете активировать контент на себя, а можете передать его кому-то еще. Такое тоже возможно. Но мы пока говорим о том, как вы это делаете для себя. Вы активируете контент на себя, нажимаете галочку, и система сообщает, что такому-то лицу будет передан данный контент. Вы все подтверждаете и получаете письмо подтверждения о том, что доступ открыт. Важно то, что данный доступ, демо-доступ, начинается именно с момента активации, не с момента получения вами письма о том, что вы заказали демо-доступ, хотите посмотреть. Нет, именно с того момента, как вы подтвердите эту активацию. Поэтому, если у вас это не получилось сделать сразу, то вы через какое-то время можете вернуться к данному контенту и активировать его уже, когда будете готовы к знакомству и к чтению. Как читается данный контент? Читается он через приложение A-Store Reader, который устанавливается на ваш компьютер, либо ноутбук. Его необходимо скачать и установить. И далее вы заходите опять в личный кабинет уже самого приложения, которое на вашем компьютере, вводите логин и пароль, которые вы уже получили. И получаете ваш контент. Далее на слайдах будет показано несколько манипуляций с контентом, что с ним можно сделать. Но в целом приложение доступно на русском языке, поэтому вы легко с ним познакомитесь и узнаете, какие варианты работы предоставляет издательство Пирсона в рамках демо-доступа и полноценного доступа. Когда ваша книга полностью, ваше издание полностью активировано, оно становится ярким, и вы его легко открываете и читаете. Вот, собственно, приложение, как оно выглядит в режиме чтения. Здесь доступны разные опции. Вы можете открыть параллельно две страницы, одну страницу. Вы можете увеличить, приблизить. То, что вы не можете сделать, вы не можете эту книгу сохранить у себя на компьютере. К сожалению, это условия издательства, и файл не передается, он только работает в таком режиме, только в приложении. Вы не сможете его скачать в PDF и потом пользоваться им. Вот такие условия, такие возможности чтения издательства Пирсон. Издание Cambridge University Press, академическая литература, читается примерно таким же образом. Также получается и активируется. То же касается и немецких изданий Хюбер, Клет, академической литературы и литературы адаптированной, адаптированные книги для чтения. Если мы с вами говорим об учебниках, то если вы как-то связаны с языками, то наверняка вы слышали, что сейчас очень популярны так называемые платформы, онлайн-платформы для изучения языков. И каждое издательство предлагает свою отдельную самостоятельную платформу, не связанную с какой-либо еще. Соответственно, у нас есть отдельная платформа для обучения издательства Пирсон, отдельная от Cambridge University Press и отдельная от Oxford University Press. И, соответственно, учебные материалы вы активируете именно на этих платформах. Они интегрируются в ваш личный кабинет и, соответственно, вы изучаете, контролируете ваши успехи, ваш процесс обучения, читаете, открываете сами учебники на этих платформах и видите свои результаты. Да, вы правы, что можно сделать принт-скрин и сохранить книгу таким вот образом. Но все-таки это не очень удобно, всегда хочется иметь полноценное издание либо в каком-то скачанном формате, чтобы можно было легко манипулировать им. И немного заключительной информации. Мы вас приглашаем к сотрудничеству, мы будем очень рады вам, вашим идеям. Мы хотим, насколько наш ресурсный центр находится еще в процессе развития, в процессе формирования, мы хотели бы превратить его не просто в площадку по иностранным языкам, как некоторый каталог, но также площадку методической поддержки семинарных, вебинаров. И очень будем рады, если у вас есть идея, о чем можно в этой связи рассказать, поделиться с коллегами и просто слушателями, любопытствующими. Поэтому пишите, звоните. По телефонам, указанным в самом конце моей презентации, мы вас ждем. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, постараюсь ответить на них. Так, значит, вопрос касательно насколько целесообразно открывать лабораторию Пирсен в университетской библиотеке. Это дорого, статья расходов большая, доходы неопределимы. Можно ли отграничиться подписками на ресурсы? Значит, по поводу лаборатории. Многие университеты работают непосредственно в рамках определенного курса или группы, которая изучает иностранный язык. Если, предположим, у вас есть группа, изучающая английский язык, и преподаватель ведет занятия, например, по учебнику Speak Out, группа 10 человек, то конкретно на эту группу можно, конечно же, организовать лабораторию, организовать контроль преподавателя за успеваемостью учащихся. И для преподавателя это будет очень удобно, очень здорово. Он будет экономить как время на проверку домашних заданий, и выделенное время, я думаю, что он с легкостью сможет потратить на подготовку именно к занятиям и проведение, может быть, каких-то дополнительных мероприятий. Поэтому с этой точки зрения это действительно очень целесообразно, полезно. Другой вопрос, как это будет реализовано в университете. Будут ли данные студенты подключены к лаборатории именно через университет, или же они это сделают индивидуально? Это решать уже, наверное, вам. Сейчас одну секундочку, вернусь к вопросу. Да, можно оформить подписку на отдельные какие-то ресурсы любого издательства, но здесь есть ограничения по пользованию, и ограничение связано именно с количеством лицензий. Вы выписываете одну лицензию на один компьютер, и одновременно фактически данным контентом может пользоваться только один человек. Это ограничение издательства. Преимущество получения книг через ресурсный центр по сравнению с получением книг непосредственно из издательства. Мы реализуем данный контент по издательским ценам. То есть если вы обращаетесь в издательство, издательство вам предлагает абсолютно те же условия. Те же условия чтения контента, что и мы. Единственное отличие, что, например, сейчас ведется работа над приложением ЭБС Университетская библиотека онлайн, и мы очень усиленно стараемся реализовать доступ через наше приложение. То есть если вы активный пользователь ЭБС Университетской библиотеки онлайн, вам будет довольно удобно пользоваться одним приложением как для основной литературы, представленной в библиотеке, так и литературы от зарубежных издательств. Презентацию можно скачать в открытом доступе в разделе «Ресурсы» на данной платформе. Это в правом верхнем углу у вас есть небольшое меню, и там есть значок папки. В данной папке как раз-таки находится и презентация по ресурсному центру, и инструкция по демо-доступу к изданиям Pearson. Я прошу прощения, Жанна Викторовна, не очень понимаю слово. Что вы имеете в виду по поводу рабочих программ? Подскажите, пожалуйста, не поняла вопрос. Если университет уже подписан к университетской библиотеке онлайн, требуется ли доплата за использование ресурсов? Да, доплата требуется, поскольку это отдельные ресурсы, они не входят в базовую коллекцию университетской библиотеки, и комплектация идет по книжной. То есть вы не можете, к сожалению, вы не можете подписаться сразу на весь ресурс, предоставляемый зарубежными издательствами, только по книжной. Если у вас, кстати, если есть какой-то интерес, если есть интерес к подключению подписки, напишите, пожалуйста, мне на почту, я вам вышлю полные списки электронного контента, доступного для демо-доступа и просто доступного для работы, с которым можно ознакомиться. У нас есть готовые списки по отдельным областям знаний для вашего удобства, и в этих списках есть определенная аннотация на английском языке, которая тоже поможет понять, что же за книжка и насколько вы хотите с ней дальше знакомиться. Мы привлекли факультеты, чтобы понять их потребность в лаборатории. Да, на самом деле это будет, наверное, самым оптимальным вариантом узнать, хотят ли факультеты иностранную литературу именно от данных издательств. Потому что если факультет ведет активную исследовательскую деятельность, то, разумеется, он очень заинтересован в подобных изданиях. Но Пирсон предлагает издания не только последних лет, но и, скажем так, последних десятилетий. Поэтому нужно узнавать непосредственно у преподавателей, у сотрудников, какая именно литература им актуальна, и что бы они в целом хотели бы получить. В принципе, если есть какая-то потребность в зарубежных изданиях, вы можете прислать мне темы, дисциплины, по которым преподаватели ищут что-нибудь для работы, для исследований. Мы сделаем запрос нашим партнерам и постараемся вам подобрать что-то по данной тематике. Здесь каждый раз получается... Нет, к сожалению, конкретного списка по дисциплинам, что есть в доступе, потому что каждый раз мы получаем разную информацию. И могу сразу сказать, что если это отдельный запрос по отдельным тематикам, это, скорее всего, будут печатные издания. Печатные издания уже других издательств изрубежных, поэтому, опять-таки, лучше всего написать мне письмо и сообщить, что вы хотите. Мой электронный адрес указан сейчас на слайде на последнем, а бурнашево собака.directmedia.ru Также указаны телефоны, по которым вы можете с нами связаться и просто спросить меня. Давайте еще подождем 2 минуты. Если у кого-то будут вопросы... Так, вопрос по поводу поиска литературы в ресурсах ресурсного центра по определенной теме. Вы можете это сделать на странице ЭБС Университетской библиотеки онлайн через основной поиск, точнее, через расширенный поиск, вам необходимо ввести слово на английском языке и снять галочку «Доступные». Поскольку, как правило, когда вы делаете поиск, у вас ищется лишь та литература, которая доступна вам, то есть в рамках вашей подписки. И если вы снимете эту галочку «Доступные», то тогда по данному ключевому слову у вас также появится еще и издание Pearson. И Pearson, и другие. То есть если вы ищете, например, психологию, либо, например, историю, вы вводите «Psychology», «History» и так далее, и получаете эти списки. Если вам интересно какое-то отдельное направление, еще раз повторюсь, напишите мне письмо, я вам в ответ вышлю сразу все списки в формате Excel. Там будет и ссылка на страницу ВБС и, соответственно, год издания, аннотация, количество страниц, общая информация по книге. Если вопросов больше нет, я думаю, что мы можем заканчивать. А, есть вопрос. По поводу мероприятий и семинаров вы имеете в виду ресурсного центра. Я думаю, что ближайшие семинары и мероприятия у нас начнутся только со следующего учебного года, поскольку сейчас время летнее, и отпускное, поэтому пока в ближайшее время ничего не планируется. Ну что ж, тогда мы заканчиваем. Я хочу сказать вам большое спасибо за ваше внимание, за присутствие на данном вебинаре, за интерес к данной теме. Я вижу, что она очень актуальна, и что действительно и иностранные языки, и литература на иностранных языках очень важна сейчас для нашего образования. И пишите, звоните по любым вопросам, а я со своей стороны передаю слово Павлу Юрьевичу Калинникову. Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить ОСИЮ за замечательный вебинар сегодня, который вызвал большое количество вопросов. Ну, к тому, что сказала сегодняшний спикер, хочу добавить, что, конечно, в следующем сезоне мы обязательно будем возвращаться к этим темам, и проведем еще, наверное, не один вебинар, так что приходите к нам в Директ Академию в следующем сезоне, в сентябре. Еще раз напомню, что у нас остался в Директ Академии последний вебинар завтрашний. Приходите на закрытие сезона. И осталось попрощаться. До свидания, всего хорошего, до новых встреч в Директ Академии. Спасибо, Ася, спасибо всем, кто пришел. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok